Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров Жуткие, как вывернутые наизнанку люди Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей Чё за... Это неправда Правда? Страшней Как я гляжу Озвучил другой персонаж Другой актёр озвучил Артём Ну да, я думаю, более подходит, чем первая часть Я вот тут недалеко раньше жил Ну, до войны ещё, на петру... Давайте включим субтитры Так, субтитры не тут включаются Бабу-баригада Субтитры... А субтитры есть А чё, их нету-то? Окей... Один из всей семьи спасся На работу ехал Звонить пробовал, но куда-то Так, чё за хрень? Что такое? Чёрт! Так, мы за Артёма играем, да? Как я понял, мы на Д6 Показано было Чёрт! Чёрт! Ох! Вы видели? Это чёрный Ох! Это чёрный На, 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 сука На, сдохни, сука Какого? А, это наши Ой Ох! Твою мать! Офигеть! Смотреть, чё происходит У нас всех галлюцинат Чёрные мстят Артём Артём! Артём, просыпайся! Чё за хрень? Артём, это я, Хан Хан Кошмары Неудивительно После всего пережитого Послушай, Артём Я был на пепелище Улья Чёрных И видел там Одного из них Я сразу отправился К тебе Это шанс, Артём Шанс понять Они ведь Пытались Установить с тобой Контакт Только с тобой А ты Навёл на них ракеты Хан Ты как здесь оказался? А, Ульман Да-да, Ульман Сейчас Да, Ульмана тоже Димили Нам просто необходимо Поговорить с Чёрным Я понимаю Что ты теперь в Ордене И подчиняешься Мельнику Но надо убедить его Отпустить тебя Хан Я сказал На выход Я доставлю вас Кроме Тут секретный объект Хан И тебе тут быть не положено За мной Собирайся, Артём Я подожду Выхода из казармы Пошли Сказочник Кстати, у меня был Один знакомый курильщик Последний год жизни Он ел, пил и дышать Так, хорошо Можно сказать Начинаем игру Так же, как и первую часть Мы спали И проснулись Да Как понятно Нам приличный кошмар приснился После заходить Окей Так Продолжаем Так, я увидел Что у меня немного Подлагивает игра При записи Таж Пришлось немного Изменить на 3 Есть света Нет света Есть света Нет света Да, я говорю Нет света А, вот Вот Ладно Что это у нас Какая-то песенка На Хэнси Спарта Теперь мы состоим Спарте Видимо, Артем приняли После того, как мы убили Черных Интересно, сколько Минюш по шестому моменту Метро 2030 Ну, глядите Беспалевно Беспалевно Тут нам Опять же, гитара Ага Как здесь моя Любимая станция Братиславская Надеюсь, нам удастся Сегодня Ну На этой части В ней побывать Так Что у нас тут Да ёма Чё субтитров-то нет Субтитров-то нет Субтитров-то Чё ж вы меня так Балять Подводите Я бы не подумал Что-то Очень интересно Пока что Включены Но на самом деле Не включены Ну, если Допустим Я не отключу Булкеры вообще бывают Говорят, ещё при Сталине Балять Не обвиняюсь, конечно Ну, ладно Похе поставим Точку субтитров-то Будем сюда Когда они поют Появятся по позе Здорово, Артем Алло А этот парень, кстати Был в той группе Которая Д-6 нашла Да, сразу Да, да А я вот В новобранцах Два года гонял Пока меня в орден приняли Так о чём мы там И что, помогло? Не успели даже Добедить Знали бы вы, что мы прошли В одиночку Нам больше достоинства Тут одного оружия Не, мужики Не знаю, как вы А я на поведении Каждый раз Слышал, что с группой Романова случилось С Романовым? А с ним-то что могло Стрястись? Он же в лазарете Валяется С того самого похода В Великую Библиотеку Выписали его На той неделе Его группу отправили Через болото На базу в церкви Он единственный Кто живым добрался Иди ты Вся группа полегла? Там же вроде Все спокойно было На болото Видишь, вешки? Идешь по ним Чтобы не потонуть Ласторогих, конечно, много Но пройти можно Кто там целую группу Перебить могут? Черные Романов до сих пор Романов до сих пор Рассказать не может Когда смена пришла В церкви он один был Сидел на полу И молился До сих пор Сидит и молится Не жрет ничего Людей не замечает Будто только он Да бог А больше никого В мире нет Главное Не говорите ему Что бога тоже нет Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Хм... Шутки-шутка Минуооооооо . Дезима черные Разозлились на то, что мы Посильничтожили Этихнивида И вот как нам сказал хан такие сильные изменившиеся вот как то не будет спать им так я знаю что в таких двух слов неудивительно что полковник приказал удвоить время да я знаю что в этой части будет будет война гражданская между фашистами красными слышал о своем подвиге пацан уважаю паселом так нам тем временем на зритель на обучение прекрасно я теперь полноправный рейнджер надо будет это дело спрыснуть давайте к этим ну давай прежде всего без противогаза на поверхности и шаг внизу прошлом причина стоит они до сих пор так хоть яйца запекай да и в метро есть зараженные участки не забудь фильтры конечно противогаз смотрится и без них неплохо но пользы от него тогда ноль так а птички что тут скажешь все что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке вот твой аванс за этот месяц не забывай зарплату мы получаем армейскими патронами конечно ими можно стрелять бьют они больно но лучше все же приберечь потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение хорошо так опаньки измени немного меню так и как нам здесь выбирать так это мы с вами крутимся отлично теперь самое интересное пушки выбирай какие нравится и испытай их в тире так офигительно необычный коллаж это что у нас дробовик пистолет давайте вот такой коллаж возьмем потом дробовик тюнинг ух ты ж блин ствол оптика ну давайте ствол лучше так лучше для дробовика ну давайте вот так сильнее дуем будет отдача так хорошо давайте коллаж прокачаем угу оптика хорошо так и третье оружие у нас будет что это у нас давайте это возьмем так и так и хорошо так готовом да теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле если захочет посмотреть что то еще возвращайся хорошо надеюсь в этой части окей так и чё мне следует а вытащить что то есть и так и так и так и голову да чувствую так как достижения кролик полковник говорит кто-то проболтался пошли по всему метро слухи врут кто как может и провинди у нас тут мол на миллион лет и супер оружие и черти что а еще брежут что мы нашли сверхмощную радиостанцию и установили связь с бункерами в сибири и будто правительство и президент все еще живы бред полный понятно до части мы сейчас точно замерять там не можно мы вчера обходили дверь закрыты налей пожалуйста я не знаю мельник вызывает себе командиров звеньев будет большое собрание что-то жареным запахла а я вчера дежурил в командном пункте ну и подслушал случайно что-то начинается дачу у красных мобилизации загребает всех подряд от стариков до подростков учение учение точно война будет с кем воевать то будут с кем всегда наверное с фашистами с рейхом про фашистов слышал кстати наши посты засекли сразу три разведгруппы рейха на поверхности их там отродясь только не было три группы где две недалеко отсюда ищут что-то в засаде серый был говорит похоже входы ищут черт думаешь знает про д6 может и нет но подозрительно это полезут так получит мельник охрану втрое усилил да потому и усилил что знает о фашиста но все же если они путь узнают думаешь орден выстоит против рейха орден не воюет с государством мы же все метро оберегаем все человечество от чудовищ от мутантов кто на нас пойдет я ведь не досказал была и третья группа фашистов помнишь в днх и увидели наверху у нас там был внешний дозор калёный скальпель но вот они передали что видят фашистов большую группу потом передали что фашисты видят их а потом связь оборвалась погоди погоди это что калёный пропал не пропал нашли его искать оба свинцом нашпигован по контрольному в голову не может быть я же с ним вот три дня назад только день рождения у него был что за отморозки это сделали да фашисты фашисты явно все задумали а вот так я не слушаю того клоуна открывайте ворота ну хан конечно сильно изменился да о чем мы ребята за хронную лабораторию спросить вот врачи что он там уже натворил Угу, Д6. Угу, Д6. Угу, Д6. Угу. 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 Хорошо. Слушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня причин. Пять как-то. Герман, эти кмельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Ну да. Ульма насильно изменили, как и Хана. Ну, взгляните на Хана. Блин. Уже не тот Хан. Проходите. Полковник сквязняков не любит. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер – лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Угу. Вот он и штаб. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Это Мельник? Да, полковник. Я сейчас взгляну на него. Ну да, тоже сильно изменился. Я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрные – худшая из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дара. Я думаю, он найдёт чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Она. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Не, сейчас я на стороне Хана. Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд. Что за тыл, кролик? Давай за мной. Не, сейчас я на стороне Хана. Скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай. Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофы. Так что если не сможете взять живым, берите как получится. Есть. Выполняйте. Так, какой-то лесницкий оказался двойным агентом. Так, ну что мне там не дали договорить? Не дали договорить. Мельник и Хан. Я сейчас на стороне Хана. Просто я считаю, что действительно чёрных не стоило убивать. Просто они пытались с нами просто связаться, а мы их просто взяли и взорвали. Так, а это что у нас такое? Так, новая заметка. Ага. Что здесь читать можно? Спарта. Пролог. Когда меня спрашивают с чего всё началось, я говорю им. Всё началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Мы. Это я и двое моих друзей. Мы придум... Я кто придумал отправиться на мёртвую станцию? Кто подначил остальных? Не помню. Отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Моих друзей больше нет. Много... Многотонные стволы ворот сдвинулись с места и поползли со скрежетом. Открывая нам дорогу в преисподнюю. А демонам... Путь в метро. На самом деле всё началось в другой день. В день, когда мама предложила уехать гулять в ботанический сад на метро. Помню, как поднимались... Так, следующая страница. По экскаватору наверх. Как выходили из просторного павильона на зелёную улицу. Как летели лёгкие облака под моей головой. И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Поветников и грешников призрали, чтобы воздавать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро. Убереглись от Его дневной очи. Ему стало лень выковыривать нас из ног. Потом он занял другими делами или умер. А нас забыли на использованной и выпущенной земле. Мы полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей. И не могу вспомнить главного, маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. Как я мечтал вспомнить её лицо, её взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу был готов за это отдать. И я отдал. Понятно. Так. Заметка. Заметка 1. Я должен сделать то, что от меня требовал Хантер. Что мне приказал Менник и чего от меня ждёт Анна. Я должен доказать всем им, что заслуживала честь быть бойцом Ордена. Посвитить свою жизнь в защите человечества. Защитите метро. Никто кроме меня не подходит для этого задания. Я единственный, кто оказался неуязвимым для чёрных. Возможно, я был рождён для того, чтобы избавить человечество от них раз и навсегда. И теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? Потому что ты понимаешь, Артём, что это неправильно. Неправильно их убивать. Надеюсь, нам удастся поговорить с тем чёрным. И он не попытается нас убить, я не придётся его убивать. Скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Отойди, открывай платформу и подаём монорель. Угу. Так, едет, слышим. Так, кролик, заскакивай. Ты что-то меня кроликом называешь? Это бесит. Ладно, и знаете что, давайте закончим на этом первую серию. В следующей отправимся с Анной Кчёрным. А сейчас я спасибо за внимание. Всем пока.